Рыбаки колхоза имени Ленина, не привыкшие жаловаться, кипят от эмоций. Судоводители с траулеров СРТ-420 и ряда схожих проектов не могут даже при большом стаже работы перейти на новые суда проекта СК-31Р. Нужен новый диплом. А фактическая разница между судами лишь в валовой вместимости. Чуть больше и чуть меньше 500 регистровых тонн. Это примерно как требование на получение новой категории водительских прав, если пересаживаешься с одного кроссовера на кроссовер другой марки. Работали в одном и том же районе. Ловили один и тот же объект. Одинаковые полностью условия. Все одинаковое. Немножко разные размерения судов. Буквально незначительно. Внещий даже не отличишь, что интересно. И получается у него ценз шел, у этих ребят не идет ценз. Я беру это домашнее. И он капитан. Эта встреча состоялась 31 марта. Всего месяц понадобился камчатскому депутату, чтобы объяснить Минтрансу абсурдность их требований. Ирина Яровая инициировала изменения в положении о дипломировании членов экипажа морских судов, которые устранят несправедливость в отношении рыбаков-судоводителей. Буквально через какое-то время приходит ответ от Минтранса, что они рассматривают этот вопрос. И вообще будет вопрос пересмотрен не по тонажу судов, дипломирования капитанов, ну и вообще судоводителей, а по длине судна. Вот здесь вот как раз вот самая загогулята и была, что именно с длиной судна. Они практически одинаковые, пароходы внешне, там может по осадке, по ширине отличаются, но факт, что это одного класса суда. И вот это вот как раз вот нас вполне устраивает. И это для Ирины Яровой огромная благодарность, потому что это великое дело, так скажем. Во всяком случае, зная вот эту всю проблему, это для меня это некое чудо. Я очень благодарен. Лично я и я думаю, что и капитаны выразят в моем лице благодарность для Ирины Анатольевны. Скоро капитаны и штурманы с опытом работы на среднетоннажных траулерах, старых проектов, смогут беспрепятственно переходить на новые суда. А это значит, что рыбопромысловые предприятия не будут нести ненужные траты на бессмысленное переобучение опытных судоводителей. Ольга Семенова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».